Всем привет! Приветствую вас на продолжении сборочки по легендарному УАЗику. И сегодня у нас очередная партия номеров для сборочки. Здесь должен быть подарок. И наконец-таки мы увеличим коробку для уже готовых деталей. Так как в эту они у меня уже не помещаются. Это у нас уже пятая посылка. Наконец-таки мы дождались элементов рамы. Ну и здесь только рама и будет. И вот такой коврик для сборки формата А3 в подарок. Сегодня на нем мы и начнем собирать нашего УАЗика. Сегодня у нас на сборке будут номера с 13 по 16. Первая посылка где у нас 4 номера сразу. 13, 14, 15, 16. Номер 13. Инструкция по сборочке. И наши детальки. Отверточки. Не знаю кто говорит, что им быстро приходит хана. В принципе они живые. Содержимое 13 номера. Я думал, что рама будет полностью металлическая. А нет. Одна сторона металл, а внутренняя сторона пластиковая. Подушки под двигатель или коробку. Не знаю. Держатель может кузова. Металлические. Так. С чего начнем? Начинаем мы все с педалек. Все у нас здесь с прорезями. Все у нас одевается. Перепутать ничего невозможно. Поставили и прикрутили болтиком. Так. Педальный узел есть. Это наверное газ и тормоз. Хотя газ, наверное, должна быть педалька поменьше. Наверное, это все-таки сцепление и тормоз. Так. Далее. Тормозной цилиндр. Так что все правильно. Педаль газ. Педаль тормоза. Потому что вот они как бы связаны. Или они просто к этой детальке. Да нет. Так. Далее. Берем лонжерон. И к нему прикручиваем подушку. Держатель. Крепеж двигателя прикручиваем. В этот раз на раме и на детальках есть маркировочки. Вот допустим здесь цифра 5. И такая же ответная на детальки. Посадочный штыречек. Все заходит. И прикручиваем болтиком и М. Далее. Далее прикручиваем педальный узел и тормозной цилиндр. Так же есть ответные части. И на раме есть еще отдельные места для крепления. Самого тормозного цилиндра. Так что ошибиться просто невозможно. Коврик кстати такой интересненький, удобный. На нем хорошо все видно. Я много раз такие смотрел. Пока клеил модели там в 35 масштабе. Но все никогда не решался себе приобрести. Удобно, удобно. Можно будет задуматься о покупке большого. Так. Следующий шаг у нас идет. Это скрепление элементов лонжерона. Болтиками и М. Прикручиваем 4 штучки. Детальки прям такие увесистые. Чувствуются в руке. Приятно собирать. И вдвойне приятно, что мы сегодня увидим раму. Так. Собран лонжерон. Смотрим далее. Далее у нас крепим кронштейн двигателя. Так. Кронштейн двигателя циферка 3. Вот он. Удобно. Прям удобно-удобно. Также есть пометочки все. Оп. Поставили. Циферки. Все. Так как прикручиваем в раму, тоже болтик и М будет у нас. Чтобы не ошибиться, если в металл кручим, значит болтик. Если в пластик, значит саморезик. Кстати, имитация подушек сделана. Но болтик устанавливаться сюда не будет. Соответственно, я так думаю, что сюда будет резиночка какая-то ставиться. Или сверху будет прикручиваться. Не знаю. Посмотрим. Но достаточно правдоподобно сделана. Следующая подушка. Цифра 1. И то же самое. Болтик. Отметки есть. Направляющие есть. Так. Буфер рессоры. Буфер рессоры ставится у нас вот здесь. Так. Есть толстый тонкий штырёчек. Не ошибиться. Всё. И получается то, что с внешней стороны ровный край, а с внутренней стороны наискосочек. Так что дополнительная ещё информация. Болтики ЦМ. Так. И остался ещё один элемент. Это я так понимаю защита двигателя какая-то. Как она тут называется? Брызговик двигателя. Ну, пускай будет так. Может быть, он поправильно так и называется. Устанавливаем его на место. Подо всё есть посадочные штырьки. Поэтому ошибиться конечно можно, но проблематично. Ну, всё. Номер 13 собран. Давайте следующий набор деталек из 14 номера. Опять же лонжерон. Ну, тут не буду больше повторяться. Идёт у нас сборка рамы. Первый шаг. Соединяем сразу внешнюю и внутреннюю часть. лонжерона. И скручиваем. Далее топливный фильтр. Просто на защёлочках. с пазами. Всё тут у него есть. И устанавливаем на раму. Отбойник. Без ошибок. С металлической стороны прямой край. С внутренней стороны пластиковый косой край. Первая авария. Отломилась шляпка болтика. А всё потому, что я взял не тот болт. Так. Берём кронштейн. Написано шланг тормозной системы. Устанавливаем аккуратненько вот сюда. И прикручиваем болтиком АП. Кронштейн заднего шланга тормоза. Вот как он называется. Так. И теперь перекладину устанавливаем поперечину этим распределителем вовнутрь рамы. И снизу прикручиваем болтиком МП. Притянули. И теперь соединяем наши два лонжерона. лонжерона. Вот такая. Вот такие два номера у нас получились. Так. Содержимое пятнадцатого номера перед вами. Это повторюсь сегодня у нас с вами рама. И давайте её дособерём. Чем хороша сборка по подписке? То, что вам пришли сразу несколько номеров и вы собираете с наслаждением. А вот так вот собрать один номер и лежит вот этот кусок рамы как-то не очень мне кажется. Всё-таки когда много приходит как-то удобнее собирать. Далее опять упор рессоры. Так. Пятнадцатый номер собран. Опять чуть-чуть в стороночку. Собираем следующий. детали шестнадцатого номера перед вами. Раму мы в итоге до конца сегодня не соберём. Не хватит нам перемычек. Но давайте приступим. собрали вторую часть рамы и соединяем их. Хоть ещё и перегородки не пришли, но я решил прикрутить бампер, чтобы рама не разбежалась. МП чуть-чуть наживил саморезами, потому что в пластик вкручивается. Сверху у нас в пазы вставляются крюки и вот такая рама у нас получается. Ну что, давайте прикинем двигатель. резьбы в этих подушках нету, но я решил по-любому будут какие-то резиночки и чтобы у нас ничего не ломалось, я поднарезал немножечко резьбу чтобы мне закрепить. Я вижу, что будут какие-то просто упоры, поэтому туда будут втыкаться какие-то переходные элементы будут зажимные. Так, ну что, что мы имеем? Мы имеем вот такой двигатель, раму, передний бампер, крюк, розетка, отбойники. Получается, что будет несколько поперечин еще здесь. Вот. И в следующем номере получается вот не поперечины, дополнительные краники и вот тормозная система. какие-то маленькие фитинги будем отстыкать для соединения шлангов, наверное. Вот, в 17-ом номере уже будет. Ну вот как-то так получается. сам. Продолжение следует... Продолжение следует...